Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях врач-эндокринолог Евгений Гурович. Здравствуйте! Здравствуйте! А тема программы сахарный диабет у детей, Евгений, насколько остро эта проблема стоит сегодня? На сегодняшний день очень много пациентов, детей с сахарным диабетом именно первого типа. Это заболевание многофакторное, очень сложное, тяжелое. Тяжелое для пациентов, тяжелое для их родителей, тяжелое для бабушек, тяжелое для дедушек. И надо стараться, чтобы это заболевание было как можно больше узнано и в семье, и в обществе. Что для этого делается непосредственно вами? В нашей педиатрической службе? Да, педиатрическая служба, в том числе и я, проводит обязательно школы сахарного диабета, которые позволяют научить родителей, пациентов с сахарным диабетом, их обязательно корректировать, обязательно учиться вводить инсулин и многое-многое другое. Всегда любой врач-эндокринолог и в том числе врач-эндокринолог, педиатр, всегда насторожен в моменте уровня сахарной крови, что позволяет быстро сориентироваться и быстро помочь пациенту и госпитализировать его. Сколько сегодня молодеет сахарный диабет? То есть какого возраста ставится такой диагноз непосредственно у наших одинцовских юных пациентов? Сейчас минимальный возраст в нашем городском округе это 2,5 года ребенок. Вот как вчера поставлен ребенку сахарный диабет первого типа, ребенку в 12 лет. Ну, средний возраст детей это порядка 10 лет. Что значит первый тип и как меняется жизнь и детей, и семьи после постановки такого диагноза? Сахарный диабет это иммунное заболевание, в котором основную роль играет абсолютная нехватка инсулина, вырабатываемая поджелудочной железой, которая корректируется и лечится только одним способом – инсулином. Это новая, наверное, веха, новая жизнь в семье, которая меняет семью, которая меняет привычки семьи, которая позволяет родителям по новой взглянуть на здоровье ребенка. И требует колоссальной внимательности, колоссального уверенности в себе, чтобы как можно быстрее сориентироваться в таком сложном заболевании. А как выявляется сахарный диабет? То есть каким образом, с какими симптомами поступают дети? И возможно ли его выявление все-таки на ранних стадиях? Потому что я знаю, что зачастую пациенты уже непосредственно к вам попадают в тяжелейшем состоянии. То есть это реанимация, это прям борьба за жизнь, и действительно случаи очень запущенные. Да, сказать, что мы можем сейчас, на седоводческий день, мы можем гарантировать, что мы вылечим от диабета, конечно, нет. Все те случаи, которые были за прошлый 2019 год, а их было больше 25, все, конечно, начинали с стационара. Но были случаи, когда он выявлялся прямо в поликлинике, при издаче уровня сахара крови. Родители более внимательные обратили внимание, что ребенок очень много пьет, много ходит в туалет, потерял весе, пошли сдали высокий сахар. Тут же происходит госпитализация. На сегодняшний день в рамках нашего стационара мы можем переводить детей уже на ультрасовременные инсулины, проводить с ними уже терапию, которая позволяет в будущем как можно быстрее обеспечить коррекцию уровня сахара крови у пациентов и позволит им дольше жить. Насколько быстро дети адаптируются к новым привычкам, к новой жизни, и насколько они быстро понимают и осваивают информацию после посещения школы сахарного диабета? Наверное... То есть длительные ли это курсы, длительные ли это занятия? Наверное, здесь очень многое зависит, конечно, не только от пациентов. Ну, потому что сложно, наверное, да, в 2,5 года самостоятельно все контролировать. Ничего не делает в 2,5 года, делают их родители, и чем быстрее родители сами научатся считать хлебные единицы, считать углеводы, делать инсулин, тем быстрее и ребенок научится это. Здесь чуткая корреляция. Чем ребенок старше, тем быстрее это происходит. Чем быстрее он понимает, что такое сахарный диабет, умеет его корректировать, вводить инсулин и позволяет жить той же жизнью, как он жил раньше, но с какими-то особенностями. То есть вот это, кстати, очень важный момент, что жизнь на этом не останавливается. То есть, в принципе, при правильном отношении к этому заболеванию, в общем-то, ребенок может ни в чем себе не отказывать. Но я сейчас имею именно в виду активность, потому что у нас сейчас дети занимаются в разных студиях, кружках. И, конечно, когда ставится такой диагноз, наверное, у родителей шок. Вначале, конечно, все родители очень тяжело относятся к этому, очень сложно. Им сложно понять, почему возникло это заболевание. Откуда оно возникло? В большинстве случаев, в 95% случаев, нет в семье ни у кого сахарного диабета именно первого типа. Есть диабет второго у пожилых людей, но первого типа нет ни у кого. И чем быстрее они сами смогут с этим диагнозом смириться и начать корректировать, начать лечение инсулином, тем быстрее это получится у детей. Но я всегда своим пациентам говорю одно. Это такая обязательная фраза. Диабет – это не заболевание, это образ жизни. Подчините себе диабет, подчините диабет своему образу жизни. Занимайтесь спортом, вы можете и должны заниматься спортом. То есть можно говорить о том, что в принципе диабет – это как сигнал своего рода организму человеку, что он что-то делает неправильно. Что-то в его привычках, в образе жизни не соответствует, наверное, потребностям, в первую очередь, именно организма. Ну, наверное, это отчасти так. Это отчасти так. Очень много случаев, ситуаций, когда пациенты, дети не виноваты в том, что произошло. Ребенок в два года не виноват, что у него возник диабет. Так получилось. Его аутоиммунная составляющая, то есть внутренний клеточный процесс, организмный процесс, привел к этой ситуации. И стараться нужно не искать причину возникновения этого заболевания, а постараться с этим как можно больше свыкнуться, быстрее свыкнуться и дать возможность ребенку не быть вдалеке от своих сверстников, не быть от друзей, гулять, учиться, ходить в школу, делать все, что делают другие дети, но с некоторыми особенностями. То есть, на сегодняшний день технологии позволяют, в общем-то, делать все это максимально комфортно. Да, существует очень множество. Вот, в частности, именно инсулина. Существует инсулин, это лекарство от сахарного диабета. Но оно не лечит, оно только дает возможность жить. А существуют методы введения этого инсулина. Ну, как раз-таки они и... Это современные методы лечения, это инсулиновая помпа, конечно. Это прибор, вводящий постоянную определенную дозу инсулина в течение суток. То есть, нет уже никаких шприцов? По желанию, родители могут, дети оставляют шприцы ручки, но государство, в том числе Московской области и Минздрав Московской области, полностью берет на себя возможность переводить пациентов. Как выглядит это оборудование? Это прибор, ну, 25, может быть, на 10, который висит на поясе. К нему идет специальный проводочек, и иголочка вставляется в живот, и вводится с помощью техники, высокостепилизированной техники, вводится с помощью этого метода, вводится инсулина. Он вводится в разных дозах, микродозах. То есть, помпа создана как некая искусственная поджелудочная железа, позволяющая полностью обеспечить потребность ребенка в этом инсуле. Но ее нужно носить постоянно? Да. Этот прибор носится постоянно, круглосуточно. Его можно снимать, когда ребенок моется, или когда ходит занятием спортом, но после этого нужно обязательно его одеть. Сейчас существуют методы, появились методы контроля уровня сахара, позволяющие не брать кровь из пальца, которая является все-таки неким психологическим моментом, особенно у детей маленького, дошкольного возраста. Это специализированные приборы, которые носятся на плече и позволяют круглосуточно видеть на картинке измерения уровня сахара. Это современно, это модно, это сейчас главное, наверное, за последний год у родителей, у наших родителей, это перевод на подобные мониторинги, они называются суточные мониторинги глюкозы. Как часто проводятся занятия в школе сахарного диабета? По каким дням? Сколько времени они занимают? В основном, по желанию родителей, я могу проводить школу как индивидуально, так и в группе. Стараюсь, чтобы родители прям по возможности всю информацию получали на приеме. У нас есть возможность также видеть школу диабета в нашем главном учреждении, это Моники, Института Минвладимировского, которая тоже проводит школу сахарного диабета, и школу инсулиновой помпы, потому что такая школа тоже есть. И там это успешно проводят. Поэтому все пациенты полностью могут быть информированы о своем заболевании. Вот интересный такой факт. А есть ли родители, которые отказываются проходить школу сахарного диабета? Да, есть родители, которые прошли школу сахарного диабета, когда ребенок заболел, а после этого им не надо. На что я им всегда говорю, что надо обновлять свои знания. Вы можете знать что-то очень много, но что-то и новое внести. Как часто бы вы порекомендовали посещать школу сахарного диабета уже и родителям, и детям, уже после постановки диагноза, и после первого курса обучения? То есть вот они обучились, живут, и вот... Наверное, как только ребенок заболел, и они прошли школу сахарного диабета, через 6 месяцев ее, конечно, надо повторять. Потому что за 6 месяцев шлифуется то, что им дали в школе в первый раз, допускаются какие-то ошибки, их неуверенности, неумение подсчета хлебных единиц, неумение подсчета единиц инсулина, и через полгода, конечно, необходима повторная школа. Но я знаю, что вы на связи со всеми своими пациентами. Да, они всегда могут ко мне обратиться, без сомнения, и в стационаре пациентов всегда ко мне обращаются. То есть если им нужна всегда помощь, я всегда прихожу. Существуют ли методы профилактики сахарного диабета у детей? Так таковых методов, наверное, выявления данного заболевания нет. Мы можем только измерять сахар крови. То есть если у нас есть в семье пациенты с сахарным диабетом первого типа, родители, может быть, старшего возраста, или уже есть в семье диабет у одного ребенка, и что делать родителям, чтобы второго у него? Только измерять. Существует исследование, существует диагностика возможного возникновения этого заболевания. Но точности, в 100% гарантии, конечно, нет. Кто попадает в группу риска? Попадают в группу риска, конечно, пациенты, у которых уже есть в наследственности сахарный диабет первого типа. И в популяции, в нашей популяции, это порядка 0-2, 0-2,5% от всех. То есть мы все в группе риска. Особенно, конечно, дети от 0 до 18, это больше, чем от 18 или до 35. Конечно, диабет возникает чаще именно первого типа у детей и подростков. Подростки – это, конечно, отдельная тема, отдельный разговор. Это сложности, сложности в подсчете хлебных, сложности в питании. С ними тяжело. Их сложно научить жить с диабетом. Я думаю, что это будет темой нашего следующего эфира и нашей следующей встречи. Спасибо вам, что были с нами. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.